На календаре пока осень, а сезон зимнего плавания уже открыт. В субботу в парке Степаново собрались спортсмены, которым не страшен холод. Более 40 жителей Ивановской области решили принять участие в пятом открытом чемпионате города по зимнему плаванию. Есть такой вид спорта, довольно новый, но бурно развивающийся. Сегодня мы проводим его в честь Дня народного единства и в честь пятилетия возрождения клуба «Пингвин» города Иваново. Температура на берегу минусовая, даже просто смотреть на воду холодно. А каково проплыть дистанцию? Но участников соревнований это не пугает. Холодная река для тренированных людей не страшнее теплой ванной, а закаленный организм – приятный бонус. Александру Васильевичу 70 к холодному плаванию пристрастился пять лет назад. Я перестал болеть, я заметил, что за пять лет я перестал принимать таблетки. Простой вообще меня проходит стороной. В общем, это замечательно. Но главное, что вот обстановка здесь вот на соревнованиях, она, как бы сказать, такая доброжелательная. И подстегиваться, да, надо принять участие, надо проплыть, надо показать, что это все-таки здорово. Но кое о чем Александр Васильевич все же беспокоится. А точнее, кое о ком. Его внучка Лера сегодня совершит свой первый заплыв. Семейное хобби Суворовых младшие поколения охотно перенимают. Папа, дедушка. Ну, мама закаляется, но она на соревнования не ходит. Почему-то. У меня младшая сестерка, она тоже хотела поплавать, но папа сказал, ей еще рано. По сигналу судей, первый участник зимней эстафеты подходит к стартовому буйку. Расстояние 25 метров по дорожке должен преодолеть каждый из четырех плавцов команды. При этом, по правилам, обязательно участие хотя бы одной женщины. Суммируется время каждого. Победит самая быстрая команда. Зрители с волнением следят за состязанием с берега. Для них показания секундомера не важны. Если спортсмен вошел в ледяную воду, это уже триумф. Для участников этого мероприятия это победа. А для нас, зрителей, и для тех, кто смотрит телевизор, это призыв к здоровому образу жизни. Кроме эстафеты, участники состязались по возрастным группам, в плавании брасом, вольным стилем на 25 и 200 метров. А еще состоялся заплыв без учета времени. Для тех, кто решил не соревноваться с другими, а испытать себя. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.